Девушки отдыхают Я тебе сейчас позвоню Успокойся, сиди и смотри Здравствуйте, я Борис Любопытнер И я с самыми новыми новостями массовой культуры Рубль падает быстрее, чем доллар Это ни для кого не секрет И в этом вы можете убедиться сами Очевидно, есть зависимость инфляционных процессов От законов притяжения, тяготения и, наконец, гравитации Это революционное открытие принадлежит нашему соотечественнику Физику с мировым именем Артуру Линейкину Сегодня он у нас в студии Артур Вениаминович, вам слово В основе каждого падения Лежит закон ускорения свободного падения Меня часто мучил вопрос А возможно ли остановить падение рубля? Ответ пришел ко мне во сне Космос Космос? Невесомость Абсолютное отсутствие притяжения По моей просьбе, российские космонавты Подбрасывали рубли и доллары И, как я и ожидал Рубли в невесомости не падают Мы имеем видеоматериалы Посмотрите Земля! Рубль в космосе не падает! Как слышите? Земля! Принес! Как слышите? Он совсем не падает! Здесь ничего не падает! Земля! Как слышите? То есть, загадка инфляции Наконец разгадана! Ну, знаете ли, это всего лишь еще эксперимент Но мной разработан антиинфляционный проект Для этого необходимо собрать Всю рублевую массу страны Погрузить ее на обычный ракетоноситель И вывести на указанную орбиту Таким образом, мы не только поднимаем рубль На небывалую высоту Но и останавливаем его падение Но, знаете ли, я не склонен к аллегориям Я скажу просто Рубль в условиях невесомости Вот решение экономической проблемы Напоминаю В эфире программа Ньюс Поп У Николая, отца, двоюродный брат был космонавтом Я представляю, какой там космонавт Двоюродный А ты знаешь, что он должен был с белкой и стрелкой лететь? С собаками? А что ты смеешься? Ну что ты смеешься? Что у него вышло что-то там в последний момент По партийной линии, какие-то проблемы Его не пустили Прямо перед стартом Ириш, время-то какое было? Половина космонавтов невыездные были Привет, наверное, про меня уже многие забыли Да мне же это не обидно Я и сам все забываю Вот, например Казалось бы Ну только спел человек, а я уже забыл Ну не могу вспомнить фамилию и все И ведь интересно Бывает фамилия знаменитая А песни вспомнить не могу Или наоборот Поэтому Если одни и те же фамилии повторять То про песни-то забыть можно Ну это телевидение Ерунда Итак Мой альтернативный хит-парад Или горячая тройка С девятого на третье место Переместились индиец и индианка С индийской песенкой Индия-индия Мужче кучу کہена хе ПЕЛЕ ТУМ ПЕЛЕ ТУМ ПЕЛЕ ТУМ 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 ДЕКУ Жис тарха ЛакНов ке дон абабгов ки гаڑи ПЕЛЕ АП ПЕЛЕ АП ПЕЛЕ АП Кртей никл гаи тих Ус тарха ہымари ПЕЛЕ ТУМ ПЕЛЕ ТУМ ПЕЛЕ ТУМ ПЕЛЕ ТУМ МЕ ЕЕ МСТИ ПОЕРЬ ХРУД НА ЧАЛИЙ ЧАЕ АЧھА, МЕНЬ КЕХТИМ АКТСР КОЙ ЛДКИ ИС ХАЛ МЕ КИСИ ЛДКИ СЕ СОЛВЕЙ СОЛВЕЙ ЖО КЕХТИ ХОЛ МЧШЕ СЕХ НА ХЕ АКТСР КОЙ ЛДКА ИС ХАЛ МЕ Я вот не пойму, индейцы и индейцы, это одно и то же? Индейцы это в Америке. Ну а индейцы тогда где? А индейцы, ты чай помнишь такой, желтый со слоном? Ну? Он индейский. А, это который не заваривается. Да, теперь нигде ничего не заваривается. Дай мне сказать. Дай мне сказать заветные слова, но прежде ты. Нет, прежде ты. Нет, ты. Нет, ты сперва. Что скажешь ты потом в ответ, мне хочется узнать. Что может юноша сказать? Что может девушка сказать в свои 16 лет? Важнее нет в мире ничего, чем этот твой ответ. Вся жизнь зависит от того, что скажешь да или нет. Ириш, а что если я себе в новом году пластическую операцию сделаю? Мне все равно. Все равно. Смотри. Я себе брови вот так вот сделаю. Смотри. Смотри, смотри. Как? Вот так вот, а? Ну ты подстригись сначала, а потом брови делай. И так острое письмо. Альберт, проститутка берет 200 долларов, а у меня, если на доллары, 150 в месяц. Я, например, не женат. Как быть? Идти воровать? Николай Фисташко, токарь седьмого разряда. Николай, у вас же золотые руки. Пусть воруют те, у кого их нет. У нас в гостях две представительницы очень интересной женской профессии. Регина, что вы думаете по поводу этого письма? Да где он был, как я скажу? Когда меня мальчиха милостью не отправляла просить. Когда отчим у меня на глазах водку пить заставлял. Меня же из консерватории за правду выгнали. Где он был, когда мой жених на своем мерседесе разбился? Ведь я уже беременная была. Спасибо, Регина. Флора, а ваше мнение? Я думаю, что это явное нарушение прав человека. И единственный выход – это открытое письмо депутатам. Да где они были-то, эти депутаты, когда я... Релакс, девочка. Меня удивляет, когда молодые люди говорят о деньгах как о чем-то очень важном. Даже о самом главном в их жизни. И вот этот вот Николай. Ну, токарь. Ну, 150 баксов в месяц – это нормально, да? Да я готова не доедать. Я готова даже не досыпать. Да, я не согласна. Лишь бы мир был. А, ну это да. Лишь бы мир был. А 150 баксов в месяц – это нормально? Спасибо, милые, дорогие девочки, за ваши откровенные и честные ответы. Пожалуйста. А я обнимаю вас, дорогие телезрители, и желаю вам глубокого взаимопроникновения. До новых встреч. Ваш Альберт Клубника. Подождите. Я хотела сказать. Вот с животным. Им же не нужны деньги. Я не знаю, я не понимаю этих проституток. Жениться им всем надо, и все будет в порядке. Все будет нормально, в конце концов. Ну, что за дела? И самое главное – это жить. Я вот живу. Ну, Ириша. Ну, ты же не проститутка. И самое главное – это жить в радости. Правильно, правильно, в радости и в понимании, и в взаимном глубоком проникновении. Правильно я говорю, милые девочки. А я обнимаю вас, дорогие телезрители, и желаю вам глубокого взаимопроникновения. До новых встреч. Ваш Альберт Клубника. Пока я была замужем, проблем со стиркой не было. Теперь после развода у меня четверо друзей. Они все такие разные. Стас и Артур Петрович занимаются бальными танцами. Носочки быстро пачкаются, поэтому стирать приходится очень много. Обычная прачечная не отстирывает всю грязь. Именно поэтому вам нужен муж. Обладая высоким чувством ответственности, он прекрасно отстирывает грязь. А главное – всегда весел. Вы поменяете одного мужа на две прачечные? Нет, только муж. Чисто для рук, чисто супруг. Посмотри. Ириш, ну это же реклама просто, извини меня. Реклама? Ну. Просто это муж. О-о-о. А я, я стираю, стираю, каждый день, как проклятый. Я уже не могу. А ты как думала? Время-то какое, Ириш? Стирать. Жестокое страшное время. Заводы стоят. Мафия. Да неужели бы я сам не постирал? Но мне больно, понимаешь? Мне больно смотреть на все это. Не плачь, любимая. Не плачь. Мы уже ничего не сумеем изменить. ФИЛ examining. ФИЛЬМА 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 Ю Alyssa